Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город, студия Алексей Колодкин. Чем запомнился этот вторник жителям Калининграда и что больше всего обсуждали в городе? Узнаем в ближайшие 20 минут. Ну и вот о чем пойдет речь и далее. Тренировка обернулась в трагедии. На учениях Запад-2017 вертолет выпустил ракеты и предположительно попал в журналистов. В сети уже опубликовали видео ЧП. Очереди и задержка рейсов, калининградцев и гостей региона снова просят потерпеть. В аэропорту Храброво началась вторая часть реконструкции. Заслуженный режиссер, лучший костюмер и техника прямиком из Германии. В драмтеатре готовят премьеру сезона «Маленькие трагедии по Пушкину» под дабстеп. Под Калининградом начнут добывать черное золото. Первую партию нефти планируют получить уже в 2019 году. Подрались и за девушки. В громкой истории с ножевыми ранениями на улице Пушкина появились новые подробности. И начнем с новости, которую сегодня обсуждали все федеральные СМИ. Во вторник утром стало известно, что на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом произошло ЧП. На очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» ракеты выпустили по зрителям. По некоторым данным есть пострадавшие, среди которых несколько журналистов. Напомним, в этих учениях задействованы военнослужащие Болтфлота, а часть из них проходит службу на территории Калининградской области. Калининградская область В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей. Напомним, учения стартовали 14 сентября и будут проводиться на территории России и Белоруссии 6 дней. В них задействуют почти 13 тысяч человек. 18 сентября президент России Владимир Путин наблюдал за маневрами на Лужском полигоне в Ленинградской области. Ну а тем временем на территории Калининградского аэропорта продолжается большая стройка. Рабочие приступили ко второй очереди реконструкции. Это так называемая правая часть, то есть старое здание. В связи с чем пассажиров ждут кое-какие изменения. Подробнее о новшествах нам рассказал помощник генерального директора Храброва Наталья Грицун. Начиная с сегодняшнего дня, с 19 сентября, чтобы как-то минимизировать неудобства пассажиров, связанных с реконструкцией, стойки регистрации мы постараемся максимально приблизить к новым площадям. Для этого их количество будет сокращено, а работа персонала в настройках регистрации будет оптимизирована. То есть при регистрации мы будем задействовать больше агентов и привлекать дополнительный персонал для отправки багажа, зарегистрированного уже в багажное отделение на дальше отправку на воздушное судно. Со своей стороны мы приносим извинения всем нашим пассажирам за неудобства. И хотим заверить, что администрация рапорта делает максимально возможное, чтобы минимизировать эти неудобства и обеспечить пассажирам более комфортные условия. Ну, на сегодняшний день основное обслуживание пассажиров проводится в новой части аэровокзала, но зона регистрации по-прежнему остается на своем привычном месте, то есть на территории старого здания. Более подробную информацию о рейсах можно узнать на официальном сайте аэропорта или по телефону справочной службы, который вы сейчас видите на своих экранах. За сутки в правительстве области свой пост покинули сразу три сотрудника. На новой должности пришли два человека. Накануне об уходе в отставку сообщили глава пресс-службы правительства Лариса Полякова и пресс-секретарь Алиханова Валерия Родина. Журналисты уже назвали такие кадровые перестановки своеобразным дворцовым переворотом. Сотрудницам были предложены должности в параллельных структурах, однако решения они пока не приняли. При этом Алиханов заявил, что должность личного пресс-секретаря, возможно, будет сокращена. А вот должность главы пресс-службы не только останется. Со вторника ее обязанности уже временно исполняет 31-летний выпускник РГГУ, политолог по образованию Дмитрий Лысков. Покидает свой пост и глава Неманского района Сергей Восковщук. Правда, такое решение, в отличие от других, он принял самостоятельно, объяснив это, цитата, желанием жить нормальной человеческой жизнью. Напомним, три года назад в отношении него было возбуждено уголовное дело. Чиновника обвиняли вне закона на численных себе премиях. В результате его сначала признали виновным, позже амнистировали. В отставку Восковщук уйдет в среду, 20 сентября, а его место уже планирует занять экс-замминистра сельского хозяйства области и родственник бывшего замполпреда президента Александра Дацишина Максим Будурацкий. Ну и какими еще новостями горожанам запомнился этот вторник, расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Иностранные туристы смогут попасть в Калининград без визы, но только на 72 часа и в составе организованных групп. Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. По планам упрощенный въезд также будет возможен для пассажиров спортивных, парусных и прогулочных судов. Поручение президента должно быть выполнено к 1 января 2018 года. От заката до рассвета калининградские музеи будут работать до 6 утра. Правда, только на период проведения чемпионата мира по футболу. Как сообщила пресс-служба правительства, в планах также организовать кинотеатры под открытым небом и специальные туристические маршруты. Если ты лысый и с бородой, есть шанс попасть в кино. В Калининграде съемочная группа ищет актера на роль одного из отрицательных персонажей. Организаторы уточняют, лицо у актера должно быть злое. Кроме этого, рост около 180 сантиметров и возраст от 35 до 45 лет. За более подробной информацией обращайтесь к кастинг-директору по телефону, который видите на своих экранах. Посетители недавно открывшегося в Калининграде Кота-кафе просят записываться в лист ожидания. Как сообщила организатор заведения, максимальное количество гостей – 12, но желающих, особенно после 7 вечера, намного больше. Мечтаете пообщаться с питомцами из приюта? Звоните по телефону, который видите на своих экранах. Отметим, в заведении действует фейс-контроль. Туда не пустят посетителей в состояние алкогольного опьянения или агрессивно настроенных. Партнер рубрики короткой строкой – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Грибной сезон в Калининграде продолжается. В сводки МЧС ежедневно попадают любители тихой охоты, которые теряются в лесах. Ну а сегодня впервые за осень появилась информация и об отравлениях. Жертвой несъедобных грибов стала семья из трех человек. По данным интернет-СМИ, пострадавших из Прибрежного доставили в клиническую больницу Калининграда. Наши корреспонденты встретились с врачом-гастроэнтерологом и выяснили, что отравление грибами схоже с любым другим видом пищевого отравления. Как себя вести при первых симптомах, смотрите далее. Симптомы пищевого отравления – это в первую очередь тошнота, рвота, подъем температуры тела, расстройство стула, общая слабость, недомогание. Если вы почувствовали такую симптоматику, то врачебная помощь включает в себя вначале попытаться самостоятельно убрать токсический агент, который мог попасть в организм. Это вызвать самостоятельную рвоту. Для этого можно использовать слабосоленый раствор воды до появления рвотных масс. И внутрь после этого принять сарбент в виде симпекта достаточно. И если самочувствие достаточно плохое, то вызвать бригаду скорой помощи, либо обратиться к личным врачам. Будем надеяться, что такие меры профилактики помогут в оказании первой медицинской помощи. Но тем временем калининградцам предлагают провести выходные в Польше за полцены. Акция по таким названиям стартует в соседней республике с 6 по 8 октября. Питание, проживание, общественный транспорт и столь любимые калининградцами польские сосиски – все на 50% дешевле. Нам удалось связаться с руководителем польского культурного делового центра в Калининграде Томашем Аманьским. И вот как он прокомментировал эту новость. Как раз выходные. Эта акция заключается в том, что определенные гостиничные объекты, рестораны, объекты услуг – это направлено прежде всего для туристов – делают определенные скидки. И, как правило, скидки 50%, иногда 30%. Конечно же, целью этой акции является привлечение уже немножечко после сезона туристического потока. И, вы знаете, на самом деле перечень всех объектов, которые участвуют в этой акции, можно увидеть на сайте польского культурного центра. В статье о этой теме у нас есть ссылка на этот перечень. Я думаю, что многих калининградцев может заинтересовать эта акция, потому что это действительно иногда возможность за очень небольшие деньги воспользоваться очень хорошим качеством услугами ресторанов, гостиниц или других объектов туристической индустрии. Ну и еще одна приятная новость для калининградцев. Драмтеатр начнет сезон с маленьких трагедий. Пушкинский шедевр на нашей сцене вот уже второй месяц репетируют гости из столицы – режиссеры Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова. Причем так, что дух захватывает, говорит корреспондент Светлана Федорова. Чего только стоят песни на стихе Александра Сергеевича под дабстеп. Советуем театралам прильнуть к экранам. Моя коллега приготовила для вас сюрприз. Светлана, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Мы действительно подготовили сюрприз для наших телезрителей. Прямо сейчас они увидят эксклюзивные кадры. Актеры Калининградского драматического театра впервые примерили костюмы, которые для них сотворили художницы из Германии. Ольга и Елена Бекрицкие. Как только наши актеры слышат эти имена, признаются, в прямом смысле слова вздрагивают. Исполнительница роли Лауры Мария Авраменко говорит, ощущает себя цветочком, ведь художницы сотворили шедевры. По-другому эти наряды и не назовешь. Я вообще, когда первый раз это увидела, я была в культурном шоке. Но сейчас так, более или менее смотря еще на все остальные костюмы, я понимаю, что в контексте все очень даже логично. Что еще? Ну, петь приходится. Ну, собственно, это вполне привычно. Но интересно видение современное. Вот это вот как совместить пушкинский текст и современное видение. Это очень интересно, вот даже для себя. По крайней мере, нам на репетициях очень нравится, что происходит. Очень необычно, очень атмосферно. Вот, так что приходите. Мы отпускаем уже Дерцога или нет еще, или в свет его поставим? У Вячеслава Игнатова все под контролем и даже свет, который специально для спектакля привезли из Франкфурта на Майны. Столичный режиссер, обладатель двух театральных премий «Золотая маска» рассказывает, его герои не столько действуют, сколько философствуют. И все это под современную музыку, но на стихи Пушкина. У нас электронная музыка в спектакле, дабстеп, индастриал. Само произведение, оно больше направлено не на конфликт человеческих взаимоотношений, а на конфликт идей. Поэтому все герои у Пушкина, они как будто бы существуют вне времени, вне конкретного пространства. Отсюда и костюмы, отсюда идут и общие визуальные решения спектакля. Сейчас я могу сказать только то, что все идет так, как должно быть. И я первый раз вижу костюмы в свету на сцене, и все корректировки уже будут дальше. Ну, в общем, в целом я доволен. Заведующий художественно-постановочной частью Илья Полуянов углубляется в детали. Закуплены четыре пара генератора, 150 метров театральных тканей, без ложной скромности. Все очень масштабно, очень интересные художники с новыми решениями сценографии. Конечно, это потребовало, ну, скажем так, небольших технических вложений в театр. Мы приобрели новый постановочный свет, который только что был презентован на выставке в Германии, на международной театральной выставке в Германии. Ткани подбирали. Художники досконально отбирали все, до мелочей, придирались ко всему, чему можно. Все наши магазины Калининградской области теперь точно будут помнить Калининградский областной драматический театр и нашу постановку. На вопрос финансов сотрудники театра отшучиваются. Спектакль обошелся им не дороже денег, учитывая, что в дальнейшем оборудование планируют использовать по максимуму. Боевое крещение новая техника пройдет уже 30 сентября. Театралам обещают, современное восприятие классики никого не оставит равнодушным. Светлана Федорова, Андрей Чезов, служба новостей «Город». Ну а я напомню, что премьера состоится 30 сентября в 18.00. Купить билеты вы можете на сайте драмтеатра, ну или непосредственно в кассах. Ну а сейчас давайте узнаем, о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска, потому что впереди вас ждет блок рекламы. Под Калининградом начнут добывать черное золото. Первую партию нефти планируют получить уже в 2019 году. Подрались из-за девушки в громкой истории с ножевыми ранениями на улице Пушкина в супермаркете появились новые подробности. И вторник – это тот день, когда вы можете увидеть своих близких на Первом городском. Горожане передают приветы и рассказывают о своих хороших новостях. Ну а теперь полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. На Приморском кольце в районе съезда на Зеленоградск загорелся автомобиль. Возгорание произошло после столкновения с Мерседесом. Мужчина, находившийся в горящей машине, получил серьезные ожоги. В интернете появились кадры этой серьезной аварии и интервью с очевидцами. Он резко вышел на мою встречу, на мою дорожку. Я задом ударил его. Я вышел с машины, смотрю, машина горит. Я сразу побежал к машине. Смотрю, пожилой человек где-то. Я сразу открыл дверь, вытешил из машины. Он горел весь, у него там плечо все горело. Я потушил руками все. Явное непонимание двух водителей на скоростной Приморской трассе закончилось не только столкновением иномарок, но и стало первой причиной возгорания Фольксвагена, водителя которого спасти удалось лишь чудом. Со слов водителя Мерседеса, автомобиль Фольксваген шел на аварийной сигнализации, и его перестроение на трассе не было очевидным для машин, идущих сзади. К счастью, в реально критической ситуации водитель Фольксвагена остался жив, но находится в тяжелом состоянии с ожогами в больнице. Его автомобиль сгорел полностью. Ну и о других происшествиях в городе и области за минувшие сутки расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». Партнер рубрики «Место происшествия» – супермаркет автотоваров «Автомол 39». Накануне днем на улице Энгельса произошло ДТП. Микроавтобус врезался в автобус с пассажирами. Как говорят свидетели, водитель первого авто нарушил правила дорожного движения, пытался повернуть на одностороннюю дорогу. Пострадавших нет. Правда, передняя часть микроавтобуса сильно повреждена. Накануне утром на улице Невского перевернулся Фольксваген. По словам свидетелей, водитель ехал в сторону центра, но не справился с управлением на мокрой дороге. В результате машина вылетела на второстепенную дорогу и перевернулась. Водитель не пострадал. В области прошла операция автобус. С 22 августа по 10 сентября полицейские проверяли автобусы и маршрутные такси. В результате инспекторы обнаружили у 361 транспортного средства технические неисправности, которые могут привести к авариям. А именно, неисправная рулевая и тормозная система. Внимание, розыск! Полиция разыскивает 63-летнюю Светлану Карпенко. 5 февраля 2016 года жительница Черняховска ушла из дома и не вернулась. Приметы. На вид 60 лет. Рост 180 сантиметров. Худощавое телосложение. Серые глаза. Седые волосы. Короткая стрижка. С правой стороны лица есть шрам. Страдает расстройством психики. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02 или 102. Арина Гранж, служба новостей город. Партнер рубрики «Место происшествия» – супермаркет автотоваров «Автомол 39». И в продолжении темы. Только за минувшие сутки в области пострадало три пешехода. Накануне сразу две аварии произошли на улице Юрия Гагарина. В этот же день ДТП произошло и в Гвардейске на улице Карла Маркса. Во всех случаях пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Пошел я такси искал. Домой ехать. Я дальше не помню. Не помню я вообще ничего. Я только очнулся тут. Алексей, который сейчас находится в больнице, сбил водителя «Мерседеса». Авария произошла на Гагарина в 6 утра по вине пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. На этой же улице несколькими часами позже под колеса «Пежо» попал еще один нарушитель. Всего за год зафиксировано 277 ДТП с участием пешеходов. Госавтоинспекция в очередной раз просит калининградцев не нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным. Субтитры предоставлены к нападению предшествовал конфликт пострадавших с коллегой. Девушке не понравились высказывания молодых людей, и она пожаловалась на них своему родственнику, за что он и отомстил обидчикам. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – стоматология «Диамет». И к другим темам. В Зеленоградске обсудили планы «Лукойла» по нефтедобыче. Замруководителя компании подтвердил, что строить платформу в районе Куликово не планируется. Площадка, на которой будут бурить скважины, расположится в 17 километрах от порта Пионерский. Строительство планируется начать в декабре этого года, бурение – в августе следующего года. Первая нефть ожидается в 2019 году. Далее с новостями экономики и бизнеса вас познакомит моя коллега Кристина Булыцына. Здравствуйте, Алексей. И в продолжении нефтяной темы. Цены на черное золото в мире снижаются. Это подтверждают данные электронных торгов. В октябре контракты на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 0,1%, то есть до 49,86 долларов за баррель. На Лондонской в ноябре снизились на 0,2, до 55 долларов 37 центов за баррель. Тем временем для особого мяса в Украине стали выращивать пивных свиней. Львовский ресторан «Пивоварня» придумал необычное экономическое решение. Отходы от изготовления пива возвращаются на кухню заведения через год в виде стейков. Все, чем питаются свини на необычной ферме – это жмых от пива. Фермеры говорят, что такой подход придает мясу особый мягкий вкус. Животные постоянно находятся на свежем воздухе и слушают классическую музыку. И к новостям российским правительство страны одобрило дополнительное внеплановое увеличение акцизов на топливо в следующем году. Полученные средства направят на строительство инфраструктуры в Калининградской области, Крыму и Дальнем Востоке. По данным Минэнерго, повышение акцизов на 50 копеек приведет к увеличению цены бензина на 60 копеек. Бюджет получит от этого около 40 миллиардов рублей. Российские специалисты назвали профессией будущего. По их мнению, с рынка труда исчезнут 57 специальностей. В их числе копирайтеры, библиотекарь, документовед, нотариус, журналист, переводчик, билетер, швея, носильщик, официант, бухгалтер, чиновник и охранник. А востребованными станут программисты, дизайнеры и менеджеры. Главная задача государства в 2020 годах – переквалифицировать ненужных специалистов и занять их в полезных сферах. И по традиции в конце поговорим о новостях регионов. В Калининградской области значительно снизились темпы жилищного строительства. По данным чиновников, если сравнивать текущий год с аналогичным периодом прошлого, то снижение составляет 28%. А вот в сфере дорожного строительства наоборот прирост на 1,5%. По прогнозам, к концу года он должен достигнуть 6,7%. Алексей, на этом у меня все. Знаю, что у вас есть еще информация о финансах, поэтому передаю вам слово. Партнер рубрики «Бизнес новости» – стоматология «Диамет». Спасибо, Кристина. Да, Центробанк подготовил информацию о курсах валют на среду. Давайте узнаем, сколько будет стоить евро и доллар 20 сентября. Ну а какими новостями жители города делились в этот вторник, они расскажут сами в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» – юридическая компания «Ваше право». Я приехал на пару, я опоздал на пару, мне очень классно. И погодка хорошая, прям в весеннем вспоминается. Солнца луч золотой, бросил искр свою, своей теплотой и согрел душу мою. Все самое хорошее, то что есть, это дети. Мы гуляем каждое утро по нашему любимому Калининграду. Учеба закончилась. Едем домой с Сентарного берега в Екатеринбург. Так что хорошо. Светил нас с дождем. Но тем не менее, вчера был дождь, сегодня отличная погода. Уезжать уже не хочется. Народ у вас хороший, нам понравился. Дети растут, снуки растут. Работа есть, здоровье тоже. Все радует, только с отпуска. Все живы-здоровы, хорошее настроение, хорошая погода. Ну, что еще нам надо? Все, слава богу, прекрасно. Отпуск. Замечательное время. Очень рада погоде сегодняшней. И всем желаю хорошего настроения. Партнер рубрики «Хорошие новости». Юридическая компания «Ваше право». Ну и по традиции завершает наш выпуск «Кулинарная рубрика». Напомним, у каждого телезрителя есть шанс стать ведущим первого городского телеканала. Достаточно прислать видеорецепт своего любимого блюда к нам в редакцию. И, возможно, именно завтра вы расскажете о том, как приготовить ужин за пять минут. Сегодня своими кулинарными предпочтениями делится домохозяйка по имени Сана. Сегодня готовим с вами очень простую и вкусную намазку на хлеб. Она отлично подойдет для быстрого перекуса, так как готовится не больше трех-четырех минут. В первую очередь мы с вами подготовим хлебушек. Хлебушек слегка поджариваем на сухой сковородке. И теперь с помощью погружного блендера перебиваем все ингредиенты в однородную кашицу. Вот такая вот намазка у нас получилась. Можно уже делать бутерброды. А так очень вкусная намазка, такой интересный и быстрый перекус. На этом все. Благодарю вас за внимание. И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии работал Алексей Колодкин. Ну и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова